почему евреи и арабы пишут справа налево всем привет из израиля и прежде чем начать эту тему немного о видеоряде я решила на заставку видео собрать кадры израиля весной это красивые виды море и трава ну а мы начинаем всю свою жизнь я и многие другие люди писала слева направо мне даже никогда и в голову не приходило что можно писать наоборот но в 2014 году я репатриировалась в израиль и для меня было большой неожиданностью и открытием что в израиле пишут не слева направо а наоборот справа налево первое время я недоумевала как тут можно писать ведь это очень неудобно и как-то вот непривычно конечно со временем привыкаешь ко всему письмо наоборот стало уже привычным мне стало интересно так почему же евреи и арабы пишут справа налево покопавшись в интернете я все-таки нашла ответ и сейчас вы его узнаете оказывается это не просто так что вдруг этим народом пришлось выделиться или отличиться и захотелось писать именно так наоборот не так как другие люди на это были свои причины дело в том что семейские языки которые входят и еврей и арабский они одни из самых древнейших на планете эти языки зарождались задолго до того как появилась бумага она появилась лишь около двух тысяч лет назад но людям ведь нужно было как-то фиксировать информацию и они нашли способ из подручных средств были камни на востоке кстати их достаточно поэтому все письмена высекали на камни в мире насчитывается 85 процентов правшей то есть большинство высекали письмена на камни с помощью молотка и зубила а как же правше удобнее держать эти инструменты с подручнее конечно же держать зубила в левой руке а молоток уже в правой руке в таком случае удобнее двигаться справа налево так как наоборот если вы будете выбивать высекать зубилом по камню слева направо то не видно тогда что вы высекаете то есть рука прикрывает камень и вы не видите что вы высекаете поэтому гораздо удобнее было делать это наоборот справа налево когда специалисты находят древние письмена в первую очередь они смотрят на направление форма букв способ и дачу их написания буква еврейского алфавита угловатые и широкие похожи на такие вот крючочки и становится понятно что такие буквы легче быстрее было высекать на камне чем различные фигуры или замысловатые какие-то тонкие линии конечно сейчас мы пользуемся ручкой и бумагой в последнее время наверное даже многие чаще прибегают к письму с помощью клавиатуры на пока или на телефоне набирая или печатая текст но правила еврейского правописания остались такие же как и много веков назад времен молотка и зубила вот так просто объясняется загадка о направлении письма в иврите но на сегодня друзья это все я надеюсь это видео было интересно и если у вас есть какие-либо дополнения пожалуйста напишите в комментариях я думаю что и мне и зрителям будет интересно почитать но я прощаюсь сегодня с вами увидимся в следующих видео пока пока и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok